Всем привет, с вами Priya. Сегодня просматриваем маунтов, которые будут доступны игрокам в патче 8.1 и в патче 8.1.5. Собственно, какие-то покупаются за валюты, какие-то добываются с нового фронта, какие-то дропаются с рейда, что-то покупается за дублоны, которые даже сейчас уже можно нафармить, ну а какие-то маунты, в принципе, пвпшные. Итак, начнем же. Собственно, такой вот маунт представлен нам, есть его аналог для орды. Будет получаться он за баджики 7-го легиона, либо баджики ордынские, какие-либо возможные. И на самом деле фарм их пока что еще неизвестен, но скорее всего это будет за какие-то пвп заслуги, может за открытые пвп, либо что-то такое прочее. То есть это ордынская его версия, это альянсовская его версия. Далее еще один маунт, это для альянса, этот для орды, собственно, летучая мышь. Аналогичен способ получения также за баджики. Идем далее. Далее у нас маунт химера, мишка, кода, саблезуб, еще один саблезуб и еще один саблезуб. Это маунты, которые будут получаться за убийство каких-либо редких мопцов в зоне фронта. В тот момент, когда мы можем на него портнуться, летать по нему, убивать редких существ. Собственно, эти редкие существа, какие-либо на темных берегах, так как там будет новый фронт, будут дропать такой вот спектр маунтов. Весьма неплохо на самом деле. Ну, заиметь такую химеру будет неплохо, конечно. Далее еще одна летучая мышь. Дракон. Конь отрекшихся и лось. Четыре маунта, которые будут даваться за островные экспедиции. Весьма неплохие маунты, особенно конь, если смотреть его для альянса. Ну, либо дракон, очень похожий на тот, что мы видели с сейфа валарьяров в Штормхейме. Конечно, немногие его дропнули, но теперь можно хотя бы полутать его какую-то реколор-версию. И на самом деле это весьма неплохо. Какой-то отрекшихся. Лось. Ну, лось, кстати, похож на тот, что мы видели в Куртогорье. Забавно. Далее. Два маунта, которые будут продаваться за дублоны. Попугай какое-то его подобие, на самом деле. Хотя, нет, это не пугай, это птица. Аист. Какой-то у него клюв весьма интересный. Окей. И морской конек. За 500 и за 1000 дублонов, насколько я правильно помню. Далее. Три жабы. Идентичные по модели, просто разные цветом. За 333 тысячи, 333 голды будут продаваться. Собственно, один лям за трех маунтов. Можно отдать, конечно, если есть лишняя голда у кого-либо. Один маунт. Сам по себе идущий. Это мясной фургон. Тот, который доступен за предзаказ Warcraft 3 Reforged. То есть, уже он добавлен в игре. В 8.1 будет. И предзаказав игру, можно будет его заиметь в средствах передвижения. И разъезжать на нем. Далее. Три маунта. Нет. Далее. Один маунт. Секретный. Очень интересен будет его способ получения. Надеюсь, что игроки очень быстро его поймут. Секретный маунт. Подобный тем, которые были в Легионе. Еще три маунта с рейдом. Элементаль. По модели немножко похожий на шаманский маунт, маунт, который был еще в Легионе. В тот момент, когда можно было сделать по классовой цепочке, по своему оплоту класса, цепочку на получение маунта. Вот. У шаманов был почти такой же. Но теперь, убив Джайну, скорее всего, в мифике, можно будет полутать такого маунта в количестве одной штучки для рейда. Ну, скорее всего, это так и будет. Далее. Голем. Очень похожий на того, который расхаживает в Золотой Жиле. Ну, тоже с щитом, с таким оружием. Весьма внушительным, на самом деле, с такими щипцами. Он будет падать с Короля Гномов. Мега круто. Далее. Еще один летающий маунт. На самом деле, нас уже готовят к патчу 8.2, когда будут введены полеты. Этот летающий маунт будет даваться за славу рейдера, битвы за Дазара лор. При выполнении всех достижений игроки могут получить такого маунта. Ну и последние три. Конь для Орды. При участиях в ПВП. Далее. Саблезуб для Альянса. Аналогично. Играя ПВП, можно будет его получить. Ну и Гиена. Тоже за ПВП. Вот такой вот спектр маунтов, на самом деле. Быть может, я, конечно, просчитался с количеством. Потому что считать какие-либо такие маленькие цифры, это уж слишком как-то сложно, не нужно. Надо считать большие цифры, к примеру, в Дреноре по количеству голды. Это было классно. Такие вот кайфовые маунты, на самом деле. Ну, лично мне очень сильно нравится Саблезуб, со своей вот этой задней глефой, со свечением. Я, конечно, рассказывал уже о маунтах, которые будут покупаться за баджики 7-го легиона и за ордынские баджики. Но теперь, конечно, модель улучшена, при том весьма сильно графически. Химера весьма интересная по своей модельке. Секретный маунт, то есть, ну, такой мозг с щупальцами. Это забавно. Элементаль, конечно же, классный. То есть, игрок, скорее всего, будет, ну, где-то здесь сидеть, что, в принципе, логично. Ну, и механика движения будет тоже весьма уникальна у элементаля. Ну, и, конечно, боевой робот. Тоже кайфовый. Вот такие вот маунты. Посмотреть их абсолютно всех можно на MMO Champion. Заходите и листаете, смотрите. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Чекайте ссылочки, которые представлены в описании под роликом. До скорого.